Уважаемые коллеги, мы сегодня собрались на площадке Института демографии, эмиграции, генерального развития и движения развития. Мы, значит, Института демографии и движения развития, реализуем программу проектного государства. Это программа, в рамках которой насчитывается на сегодняшний момент около сотни проектов развития. И мы разными способами, методами, технологиями, собственно, и осуществляем продвижение и развитие этих проектов. И сегодняшнюю проектную сессию мы проводим по теме технологии и методов продвижения проектов развития. И свой доклад, собственно, я хотел бы посвятить этому вопросу. Значит, инициатор и куратор проектов развития, председатель движения развития, председатель наблюдательного совета с демографией, эмиграцией, генерального развития, это Григорий Васильевич Кутнов, собственно, наш главный руководитель и, собственно, основной человек, который тащит на себе проекты. Программа, как я уже сказал, реализуется двумя основными организациями. Институт демографии – это, в первую очередь, проектно-аналитическая структура, которая занимается отбором, разработкой проектов. А движение развития – это общественное движение, которое занимается тем, что продвигает проекты как способами включения участников в формирование команд, подбора лидеров проекта и так далее. Программу можно развить на три разные сферы. Первая, самая общая – это, мы так называем, семь создательных революций. Эти семь революций можно развить на порядка 100-150 проектов развития. И уже каждый проект развития включает в себя по нескольку институционных проектов, ну, по нашим прикидкам их порядка тысячи, которые уже, собственно, являются материальной базой проектов развития. Итак, их семь созидательных революций. Как видите, это демографическая, вредостроительная, промышленно-технологическая, энергетическая, антропологическая, интернационно-постсоветская и дальневосточная. Что касается демографической революции, его целью является переломить процессы вымирания нашего населения путем реализации проектов «Демографический прорыв». Демографическая революция – это комплексный проект, и реализации множества проектов возможно именно проект развития реализовать. Дело в том, что главным направлением, которое следует направить усилия в демографической революции, это регион Дальнего Востока, где, собственно, наиболее сильные процессы вымирания и деградации. Следующая революция – это революция градостроительная. Ее задача главная – это обеспечить молодые семьи доступным жильем и расселить мегаполисы путем организации новой, от шахтового срадинной организации и реализации проекта двухэтажной России наподобие американского двухэтажного революции. Промышленно-технологическая революция – главной целью ее является отход от политики, когда вся страна сидит на темной игре и только за счет этого портится. И прорывные проекты как раз должны решить их. Энергетическая революция позволит стране стать самой дешевой энергетикой путем создания сети малых атомных станций, путем создания систем малодостреленной энергетики и так далее. Антропологическая революция – это в первую очередь направлено на проекты в области образования, на формирование высших способностей, на возможность каждому человеку получать высшее образование, на формирование, можно сказать, проектной элиты и общества, которое будет направлено на действия, на создание, на созидание, а не на атрибуны. Интеграционная простсоветская – главной целью здесь является создание, воссоздание новой большой страны, естественно, с учетом национальных суверенитетов, но исходя из понимания, что в условиях глобального миропорядка выжить странам в постсоветском пространстве будет довольно сложно. И, наконец, вот о чем я начал говорить в Дальневосточной, в принципе, одна из самых важных, наверное, даже самая важная в нашей программе, поскольку сегодняшняя Российская Федерация представляет собой никакого головастика, где все основные ресурсы сконцентрированы в западной части страны, а Сибирь и Дальний Восток продолжают умирать и деградировать. Ну, собственно, мы можем представить несколько проектов, но о них Олег Александрович поподробнее расскажет, он является заведующим лабораторией реализации поэтов. Внутри тысячи новых городов направлены на организацию строительства сети новых городов, новых модельных городов по модели ландшафтно-условной организации. Новая большая страна, о чем я уже рассказал, это проект интеграционный, который включает в себя как экономические проекты и образовательные проекты в области интеграции соединского пространства. Новый Дальний Восток – это как раз проект, который направлен на формирование новой восточной политики и превращение Дальнего Востока в передовой флопековый центр развития страны. Ну и вот как пример, например, конкретного проекта, который инициирует движение в развитии, это, например, Национальный космический центр имени Флоренского. То есть, чтобы, допустим, показать вопрос, как на словах, давайте развивать Дальний Восток. Да, а вот у нас есть ряд других конкретных проектов, например, строительство космодрома Восточного было, в первую очередь, благодаря усилию Юрию Васильевичу, запущено. То есть, это будут такие мультифликаторы развития, мультифликаторы экономического роста и благосостояния Дальнего Востока. Проектное государство – это программа, в которой каждый может принять участие, каждый может принять участие и, можно сказать, в управлении страной, внести свой вклад в настоящие будущие страны. И целью проектного государства и его работы является создание такого нового общественного строя, не социализма и капитализма, а строя, когда все люди будут думать о том, что таким образом сделать жизнь лучше, как поднять качество жизни, как избегать решать многих проблем, которые сейчас невозможно решить. Допустим, сейчас по подсчетам наших специалистов, в 2014 году уже будет пик мирового кризиса, называемого катастрофой 2014. И на данный момент, кроме включения государства, я имею в виду государства Российской Федерации и ее ресурсов, и на реализацию проектов, как избежать, мы просто не видим другого пути, как реализовывать проекты развития. И на сегодняшний день наша задача всячески пропагандировать, навязывать проекты. В частности, некоторые из них уже заимствуются и нашими ведущими партиями, и федеральными структурами. У нас было, пару месяцев назад была проектная сессия на подобную тему, и на тот момент мы пришли к некой схеме продвижения проектов развития, каким образом это все выглядит. Вот мы видим, что в центре находится проектное государство. Это люди, это то участники движения развития, это институт демографии и регионального развития, и эксперты, которые привлекаются к разработке проекта. Значит, вот, допустим, заказчик. Заказчик — это, мы подходим немного с другой стороны, это, как правило, человек, который создал проект развития, и который заинтересован в том, чтобы этот проект был заинтересован. Но по тем или иным причинам он не имеет возможности, ресурсы для реализации. Поэтому существует проектное государство как механизм доведения проектных инициатив, проектных идей до их реализации. Каким образом это осуществляется, я расскажу чуть дальше. Ну, в общем, это внутренние проекты, проектные разработки, проектные сессии, рабочие совещания, доведение проектов до уже конкретных проектов с цифрами, с определенными целями, задачами, командами и отношения галанты-релэйшнс, то есть продвижения с государственными органами проектов лоббирования или с бизнесом. И вот реализатор, в принципе, это человек, один из главных субъектов, который реализует проекты развития — это лидер проекта развития. И вот как можно стать лидером проекта? Ну, просто самопредлиться в отношении какого-то проекта, который более интересен, в котором хочется что-то сделать, которое хочется реализовать и всячески реализовывать его, естественно, с помощью проектного государства, входя на проектное государственное движение развития. Сейчас я представлю те методы основные, которые мы используем для продвижения проектов. Попрошу внимательно посмотреть, поскольку цель сегодняшней проектной сессии — презентовать наши методы и технологии и посмотреть, кто что скажет, каким образом что-то добавить, какие-то новые технологии внести, что-то изменить, получить такую обратную связь в качестве. В общем, для разработки идей, планов и реализации проекта наш основной метод — это проектная сессия, которая проходит каждую четвертку в 16 дней. Как вы видите, это коллективная двухчасовая работа, так можно сказать, мозговой штурм, с целью продвижения одного или нескольких проектов развития. Главная цель — это оценить эффективность имеющейся на сегодняшний день организационно-позиционной структуры и понимания проекта, и предложить конкретный сдвиг, конкретные идеи и действия по сдвигу и продвижению в понимании и реализации проекта. Как правило, после проектных сессий мы проводим проектные совещания нашим коллективом и теми экспертами из тех экспертов, специалистов, проектировщиков, кого мы приглашаем на проект на сессии, кто самоопределяется в отношении того или иного проекта и дальше присоединяется к нам для выработки плана и для дальнейшего подумания, каким образом реализовать проект. Ну вот, базовая, в принципе, схема плана реализации проекта развития. Надо выработать цель, причем понять ее детально, понять, что и какое состояние сегодня, куда оно должно идти и что будет. То есть не просто, как сейчас, часто делается такой подход, когда, значит, отправляем 100 миллиардов в развитие промышленности, 2 триллиона МВПК, а дальше это нужно, что произойдет после этого. Ну, в общем, как бы и непонятно. То есть думаем, что все так само реализуется. Нет, мы исходим из той позиции, что нужно четко задать цели, подписать задачи и капли исполнителей и ответственников. тех субъектов, те структуры организации, которые включатся в проекты, и тогда можно серьезно называть это проектом развития. Почему проект развития? Потому что наши проекты, они направлены, в первую очередь, на кардинальный сдвиг в той области, в которой, ну, на решение проблем и на развитие которой направлен проект. Естественно, не нужно определить сроки выполнения проекта развития и ориентировочную структурность реализации. еще один метод продвижения проектов развития – это медиапродвижение. Медиапродвижением занимается медиагруппа. основными методами продвижения являются создание, обработка видео-аудиоматериалов, написание публикаций по проектной сессии, и после этого распространение медиапродуктов в социальных сетях, логов для наших партнеров и так далее. Наверное, один из самых важных на сегодняшний день для нас методов – это отбор лидеров проектов и формированный проект команды. Это та работа, которой как раз и должны заниматься в первую очередь, поскольку сейчас понятно, что то поколение, которое еще воспитано в советской традиции и знает те методы управления, те технологии, которые позволяли Советскому Союзу при всех его базе, не имеют минусов, но являются во второй сфере державы. И мы видим, что сегодня даже заимствия американские, европейские модели управления, модели ведения бизнеса, не всегда они приживаются на нашей площади. У нас есть такое понимание, что если мы потеряем это старое поколение, и не будет передачи знаний его к молодым специалистам, конечно же, и с учетом тех инновационных знаний и подходов к ведению бизнеса, экономического и политики, которые сейчас есть. Ну, просто ничего не получится. И вот задача сформировать первичную задачу под каждый проект какую-то, так называемую, ячейку, которая будет взаимодействовать. То есть, допустим, опытный специалист передаст свои знания, навыки, а молодой человек, который будет взаимодействовать в реализации масштабового дела, захочет его продвинуть, захочет реализовать свой проект. Ну и, разумеется, ну, ничего не зная, зачем это делать и получится. Поэтому вот такая базисная форма, на которой уже, допустим, два вот этих лидера проекта, они уже подбирают свою команду, взаимодействуют с другими структурами и всячески стараются продвигать проекты. Также на портале проектного государства есть форма для нее участия в проекте, которая показывает, которая дает возможность каждому зашедшему на портал человеку принять участие, допустим, принять участие в проектной сессии, написать публикацию, предложить свой проект, создать свой проект, предложить включиться в тот или иной проект. Ну и плюс, отбор был стандартный по резюме лидеров проекта. Ну, нужно понимать, что, давайте сообщать, что, ну, можно сказать, деятельность такая неформальная, и здесь приходится действовать порой в ситуациях, когда, ну, непонятно, что делать, но на этом есть проектное государство, как такой, выражаясь, в целом, нескольким, ну, так сказать, спорчат офис, который помогает и всячески управляет лидеров, ну, которые только начинают работать по реализации проекта. Ну, конечно, стоит сказать и о недостатках, которые существуют, которые мы отдаем себе отчет, у нас есть. То есть, это и проработанность многих проектов, проектов, они уже давно идут с работы по... очень важно вообще понять, что нужно делать, да, поэтому много внимания дается поработке идей и планов. Но большинство проектов еще далеко до реализации, либо они реализуются такими отдельными энтузиастами и не отдавительны, да, неких институтов, которые будут иметь соответствующее финансирование, соответствующие возможности для реализации. Вот. Также это отсутствие большой профессиональной медиакоманды, которая будет произвести качественные массовые продукты, направленной на популяризацию идей развития, на формирование в обществе запроса на развитие и формирование, например, команды участников движения. Ну, вот, собственно, и то, о чем говорил. Сейчас отсутствие... ну, не то что отсутствие, ну, просто мало, далеко не по всем проектам есть лидеры и команды, тем более. И тут также вот сейчас у нас в плане развития программы проектного государства мы планируем на начало ноября выпускать журнал проектного государства как в электронном, так и в будущем бумажном версии, где, ну, пока такая задумка, каждый номер будет выходить раз в месяц и посвящен будет одному проекту. Проект будет детально обсуждаться на проектной сессии, после чего будут браться комментарии у экспертов, у политиков и рассылаться, ну, в соответствующие, так сказать, места, где... откуда они будут доходить до резких минимумов решений. Вот. И проект также, который призван усилить работу по включению молодых людей в движение развития и поддерживание проектов, это школа проектов развития, где планируется обучать будущих лидеров проектные деятельности, давать им необходимые знания, умения и навыки по реализации проекта. Спасибо. Вот. Сейчас у нас еще предусмотрен один доклад. Олег Александрович Цинбал, заведующий лабораторией реализации проекта «Развитие инструктуры демографии и демократии реальной развития». «Можно это тоже? Я хочу вам показать». «Хочу вам показать».